МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дед Мороз онлайн – главный герой надыходящих святов, селит и рыхтой веншаванне по виду о совязи. А зараз об этом меньшим – больше подробязно. Кожное питание под пильной увагой. Член Совета Республики, старшиня Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов сегодня провел промой телефонной линии и особистый прием грамадян. В подобном формате диалог с насельницем в областном объединении профсоюзов Алексей Неверов проводит раз на месяц. Сначала промая линия, после – особистый прием. Сегодня до сенатора поступило около 20 зворотов. Ни каких складанных вопросов, которые потребовали б веализных финансовых сроков для их выращения, не прогучало. У некоторых кропка была поставлена сразу на место. Иншое потребует вылучшение ответственной документации. Тема такой зворотов – самое разное. Приватизация, працевладкование, доброе упорядкование территории и земельные спрички. Особое внимание я бы уделил, конечно, вопросам трудового законодательства. Все-таки это немаловажно. Человек должен иметь достойную работу, достойную зарплату и, естественно, знать свои права. А мы, как профсоюзная организация, стоим на страже этих прав. Поэтому здесь должно быть тщательное разбирательство, рассмотрение две стороны. Обычно это наниматель и работник, ну и вынесение определенного решения. В Гомельской области новый головный державный санитарный урач. На посаду назначены Сергей Белый. Новый керавник народился в Будакашалеве, скончил Белорусский державный медицинский университет. Працовную деятельность начинал урачом-стажером отделения коммунальной гигиены Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. С 2012 по 2018 узначальвал санитарно-гигиеничную службу Октябрьского района. А последние два года Сергей Белый працовал на посаде головного державного санитарного урача Орши и Оршанского района Витебской области. В Гомельском державном медицинском университете пройшла республиканская конференция, присвеченная инфекционным захворюваниям у тем лику коронавируса. Мероприемства проводили в онлайн-формате. Узельники – студенты, аспиранты и молодые новоковцы из Беларуси и России. Тематичные направления включали новые технологии в медицине, ставление насильства до профилактичных прищепок и эпидемиологичную характеристику ВИЧ-инфекции в Беларуси. Представники Тверского медуниверситета одну со своих работ присвятили сучасным сродкам для працовки рук хирурга. Их коллеги с Курска доследовали тему наркомании. Не засталася поза увагой актуальная тема расповсюдживания коронавирусной инфекции. У своих докладах молодые новоковцы анализовали особливости диагностики и лечения COVID-19, пройтие жарности, развитие тяжких форм у захворывания, течение инфекции у мужчин и женщин, а так само у дорослых и детей. Основная масса докладчиков, конечно, будет из нашего вуза. Мы отобрали 12 самых лучших докладов, презентаций, которые будут посещены самым факторным проблемам инфектологии, фтизиатрии и дерматологии, и венерологии. Ну и что касается тем, прежде всего, это COVID-19, очень актуальная тема. Студенты, вы знаете, у нас работают и волонтерами, работают, и студенты, за лицом этой темой, и очень активно разрабатывают историю болезни, помогают при анализе всех данных, которые накапливаются, и, возможно, к чему-нибудь, может привести в дальнейшем к более значимым выводам. По выниках снежинских науковых считаний у нас сайте Гомельского медуниверситета з'явится электронный сборник науковых работ. Одна из эффективных мер профилактики коронавирусной инфекции – санитарная опрацовка местов агульного корыстания. Так, у Гомельской области с початку года сферы жильево-коммунальной господарки на санитарную опрацовку выдатковано больше за 900 тысяч рублей. С красавика закуплено больше за 8,5 тысяч литров антисептичных сродков, больше за тысячу килограммов сухих порошков и каля 14 тысяч хлорных таблеток. За измену один супрацовник, поспевая опрацовать свыше 30 подъездов. Проблем с закупкой десродков ургею не нема. Работниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства ежедневно проводится колоссальная работа. Это очень важно во избежание распространения коронавирусной инфекции. Задействовано по Гомельской области порядка 960 человек, в том числе 367 человек в городе Гомеле для выполнения мероприятий по профилактической дезинфекции. А кроме подъезда, регулярно проводится опрацовка дитячих пляцовок, припынка у громадского транспорта, салонов, автобусов и троллейбусов. Не меньше за 6 электродомов побудуют у Гомельской области в наступном годе. Про это поведомил старшиня комитета по архитектуре и будовнестве Аблоканкама Дмитрий Гайкевич. Ее нагадав, что такие шмат поверховки почали уводить у эксплуатацию уже в этом годе. Месяц тому первый электродом открыли у поселку Большавик. До конца года уведут еще один у Гомеле на студентском проезде. На 2021 год плануется увод еще шести электродомов у разных районах. В связи с теплыми зимами все больше птушек застается на ГТП-ред в Беларуси. Частей за все лебеди. По данных Академии наук зараз на зимовку у полночную Африку не улетает больше, как 2000 гетых птушек. Усяго орнитофауна Беларуси включает 325 видов, 70 из которых занесены в червоную книгу. И с каждым годом все больше видов не улетают на зимовку у теплые краины. В приватности гетты тысяч игроков, которые еще 20 лет тому проводили гетый час у Португалии. Не спешаются задлетом и лебеди. Орнитологи называют с некольких причин. Односно теплые зимы и наявность кормов. А про шатаго при перелетах на великие отлеглости гинекали 20% птушек. Зимовка в Беларуси боже беспечная. Они улетают в период длительный, с сентября по ноябрь. А так как зима немножечко так не наступает своевременно, значительно позднее, поэтому немножко затянулось. Кроме того, те, которые сейчас находятся на водоемах, это в принципе те, которые будут оставаться у нас зимовая. Зимуют в основном, если лебедь Кликун, то это в принципе меньше количества, потому что в принципе в последнее время они только в Могилевской области уже расширили свою территорию. А если коснуться лебедей Шипуна, то в принципе Брестская, Гродинская область в первую очередь, Минская частично и наши уже южные районы. На этом озере Калиагра городка Урыцкая семья с восьми лебедев жила все летом. Зараз на водоеме заявился лед, но по словах мясовых же хоров, птушки прилетают что день. Верогодние за все, они нашли новые места для проживания, но застались в Беларуси. До речи, морозов лебеди не боятся. В оселях им выпадку от холода, они не загинут. Птица вмерзнуть в лед не может, потому что она своемременно вылетает, потому что она в течение суток может прилететь 300 километров за сутки. Поэтому, конечно же, найдет более теплый водоем, который еще не замерз. Тем более вода в водоеме плюс 4 градуса, хотя здесь будет минус. Хотите подкормить, минус 15 градусов, и тогда можно подкармливать. Но подкармливать это в основном морковь отварная, потом можно использовать картофель в мундирах, ну и каши. Перловая, ячменевая и пшеничная. Морозы гололедеца чекаются в регионе на гэтым тыднем. В ближайшие дни заховается зимовый характер надворья. В ночи будет до 8 морозу, днем до минус 5. Отчувание дискомфорту будет усмотнять порывистый ветер. Морозы пойдут на спад с четверга, начнутся снегопады. Синоптики прогнозуют мощный мокрый снег, часом дождь. Особливо осторожными в таких умовах варто быть водителем. Сегодня в Беларуси стартовала акция МНС «Безпечный Новый год». С этого дня и до 31 снежня включена выртовальники будут нагадывать, как провести святы без сдареньев. Акция пройдет в 4 этапы. Первый завершится 11 снежня. На этой стадии в центре уваги пожилые люди. Супрацовники МНС организуются для их эдукационных мероприемств. С 14 по 18 снежня пройдет другой этап. Вартоальники будут вучить без спецы детей. Подчас третьего этапа, который отбудется с 21 по 24 снежня, работники МНС нагадают про обеспеку на ледовых катках, в спортивных объектах и установах охоты здоровья. Конечно, самый яркий и масштабный этап акции пройдет с периода 25 декабря по 31 декабря. Будет проходить этот этап акции в местах массового пребывания людей. Также будут проведены шествия Дедов Морозов-спасателей и много-много креативных идей, таких как рекламная кампания «Полный отрыв», различные видеоконкурсы «Безопасный Новый год», а также различные конкурсы и акции будут пропагандировать наши спасатели и наших граждан. Сустреца с Дедом Морозом и Снягуркой, не выходя из дома, такую мягчимость дает онлайн-офис сказочных героев, который открылся в Палаце культуры Белецке. Оригинальный формат у новогодней индустрии появился в связи с эпидемичной ситуацией. Как встреча детей с их любимыми персонажами обовязково отбылась, родители могут забронировать звонок сказочного офиса. Дед Мороз и Снягурка в сручный час взвернутся до детей по видеосоведи и повиншуются святым, а также проведут соправный новогодний квест на беспечной отлеглости. Специалисты офиса гарантуют новогодний настрой без рызыки для здоровья. Мы не представляем видеоролики поздравлений. Мы хотим предложить именно общение с Дедом Морозом и Снягурочкой посредством видеосвязи. На сегодняшний момент, я думаю, многим доступны эти все ресурсы и с мобильного телефона, и с компьютера. Поэтому у нас будет организован офис, то есть делаются уже декорации. Это офис АИВ, назначенное время, в назначенный день. Дедушка Мороз из своего офиса будет выходить на видеосвязь с ребенком. Офис Деда Мороза будет работать с 25-го Снежне по 7-й студене. Скористаться послугой можно с любой кропки. Заказать и оплатить звонок пропонует онлайн. Пошта Деда Мороза распачала работу у Палацы культуры Костюковка. Первых наведывальников шакала встреча с любимыми новогодними персонажами. А для юных выхованцев аматорского коллектива «Цирка имя Абеля» мастер-класс провели знакомитые артысты московского цирка Никулина на Коляровом бульваре. Подробности далее в сюжете. Старт новогодним святкованием у Палацы культуры Костюковка Долора Чист, открытие пошты Деда Мороза. За ее допомогой дети могут написать лишь чаровнику и рассказать про свои пожадания. Первые листики трапят в чаровную скрыню от московских гостей. Сегодня так совпало, что к нам опять-таки с традиционным визитом приезжают, приехали артисты, профессиональные артисты цирка на Цветном бульваре Никулина. Они приехали к нам на базу нашего заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь цирка имени Валерия Абеля с традиционным обменом опыта, для того, чтобы наши юные воспитанники, юные цирковые артисты посмотрели на профессионалов, смогли задать им любые вопросы, а также посмотрели мастер-класс от настоящих профессионалов и профессиональных артистов. После открытия святочной почты запрошенных артистов и гостей с устрела Татьяна Абель. Мастерский руководитель заслуженного аматорского коллектива Республики Беларусь цирка имя Валерия Абеля. Познайомиться с его юными артистами приехали знакомитые маэстры. Легендарный канатоходец Явер Хачтран Кажа, убаченное тут, выкликая самые теплые почутки. Это редкость, это впечатляет и радует так душа, что цирк не забыт, и еще есть люди, которые переживают за цирк, и еще вот эту историю цирковую. Но если мы не будем сохранить вот эту всю историю, у нас не будет будущего, поверьте мне. Москвичов Виталий – выхованцы культурного центра и цирка имя Абеля. До Хачаканы каштомный мастер-класс провели профессионалы цирка. Дети с захоплением назирали за их працей. Творчая встреча прошла у теплой и сябровской атмосферы. Артисты московского цирка пообяцали, что в наступном годе обовязково приедут знов, как поделиться профессийным опытом с будущими циркачами. У Владислава Васильева, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель». Ёлочные кермаши открыются у Гомеля 22-го Снежня. У городе организуют около 20 специализованных кропок продажу новогодних атрибутов. Натуральные и штучные елки и хвои можно будет набыть на рынках Давыдовске, Прутковске, а так само калягандлёвых центров. Постоянно дзеючий ёлочный кермаш разгорнется по улице Карповича у районе центрального рынка. И он почне работу 15-го Снежня. Там пропануют широкий выбор ёлочных цацок, сувениров, гирлянд и иншей новогодней продукции. Специализованные кермаши будуть працаваць до 31-го Снежня. Гэты и иншая новинная информация о проектах телерадо «Компания Гомель» вы можете знайти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи у эферы. Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сотрудники Музырьской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира выявили потребителя психотропов. Он хотел сесть в автомобиль, припаркованный возле леса, но когда увидел людей в форме, то бросился бежать. Этим и привлёк внимание природа охранников. По пути мужчина выбросил полимерный свёрток. Его содержимое внешне напоминало наркотик. Прибывшая следственная оперативная группа передала его на экспертизу, которая установила, что полимерный пакет содержит опасное психотропное вещество пара метилэфедрон массой 1,82 грамма. Правоохранители установили и личность беглеца. Ранее судимого 28-летнего парня задержали по месту жительства в Калинковичах. Мужчина признался, что в тот день он купил психотроп через интернет-магазин, а расплатился биткоинами. Возбуждено уголовное дело. К грибам надо относиться осторожно. При употреблении их пищу последствия могут быть печальными, особенно если не соблюдать технологию приготовления или употребить пищу несъедобные грибы. Так, в посёлке Светлый Добружского района, в одном из домов, в бессознательном состоянии были обнаружены двое мужчин. По прибытии медики констатировали смерть одного из пострадавших, другого с предварительным диагнозом пищевое отравление отвезли в больницу. Но, к сожалению, там мужчина скончался. На месте происшествия никаких следов, указывающих на насильственный характер смерти, следственная оперативная группа не выявила. На столе стояла тарелка с недоеденными грибами, а в комнате обнаружены ещё две трёхлитровые банки с консервированными поддубниками. По данному факту назначен ряд экспертных исследований, которые сейчас проводятся в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. По линии госавтоинспекции за выходные дни сотрудниками выявлено 19 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и 52 автомобилиста, не имеющих права управления. Привлекли к административной ответственности 96 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. Госавтоинспекторы также пресекли 255 фактов нарушений со стороны пеших участников дорожного движения. Из них 20 человек находились в состоянии алкогольного опьянения, 113 двигались в тёмное время суток без световозвращающих элементов. На дорогах Гомельской области за указанный период произошло одно серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. Утром 5 декабря в Калинковичах 53-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Посад» на улице Советской, совершил наезд на 17-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. Цветофор на момент ДТП был отключён. В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована. В Гомельском районе 44-летний мужчина спас на пожаре пенсионерку. 5 декабря в половине девятого вечера в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме посёлка Зелёный Гай Гомельского района. По прибытии пожарной горела пристройка. Они установили, что за несколько минут до их приезда 44-летний сосед спас из огня хозяйку 1936 года рождения. Медики сделали вывод, что пенсионерка в госпитализации не нуждается. Пожар ликвидирован спасателями. Огнём повреждено потолочное перекрытие имущества внутри веранды. Причина пожара устанавливается. В Лельчицах у пятилетнего мальчика рука застряла в радиаторе отопления. На помощь также пришли работники МЧС. Утром в субботу спасателям поступило сообщение о том, что в одном из домов в Лельчицах у ребёнка застряла рука в батарее. По прибытии работники МЧС при помощи ручного инструмента высвободили зажатую руку. Состояние ребёнка удовлетворительное. В медицинской помощи малыш не нуждается. А в Речице работники экстренные службы спасали собаку. Животное спряталось под фундаментом жилого дома, а обратно выбраться не смогло. Сообщение спасателям поступило 4 декабря в полдень. Собака находилась под полом за железобетонной перегородкой подвального помещения. При помощи специального инструмента животное было извлечено. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский металлург громит Могилёв в очередной игровой день в хоккейной экстралиге. Счет поединка 9-0. Алексей Михнов оформил хит-трик. В протоколе взятиями ворот Львов по разу отметились Войтехов, Кузнецов, Волченков, Воронов, Угольников и Заломай. Победа позволила Столиварам подняться на пятую строку в турнирной таблице. Следующий соперник Металлурга Динамо Молодечна. Игра пройдет в Жлобине в ближайший четверг. Оршанский локомотив ни с чем отправился домой из Гомеля. Рыси на шестой минуте реализовали большинство и вышли вперед, отличился Елисеенко. На старте второго периода Барковский цифры на табло уравнял. Это только раззадорило хозяев. Ревенко, Сусла, Войтович и Моголевский в течение 10 минут сделали счет разгромным 5-1. Заключительная треть поединка оказалась безголевой. Гомель третий в таблице и 10 декабря ждет в гости Гродненский Неман. Светлогорский химик сохранил прописку в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу. После ничьей дома в первом стыковом матче против Молодечной спустя неделю светлогорская дружина на выезде одержала уверенную победу. Мечи в ворота хозяев влетали на 15-й, 22-й, 65-й, 78-й минутах. Забивали Яхно, Абдулаев и Архипцев. И Меряков срезал мяч в собственные ворота. Отмечу, что во втором по силе дивизионе химик проведет 29-й сезон к ряду. В завершившемся чемпионате светлогорская команда заняла последнее, 14-е место. Завтра мужской гонбольный Гомель в Минске играет с местным СКА. В первом круге подопечные Андрея Мочилова обыграли армейцев и занимают второе место в чемпионате. СКА идет следом. Игра на паркете спорткомплекса «Уручья» стартует в 17-0-0. Дубль Гомеля, выступающего во втором дивизионе, дома был сильнее фарма БГК 39-33. В среду подопечным Сергея Цыганкова на выезде играет с Гродненским «Кронаном-2». В таблице чемпионата Гомель-2 на шестом месте. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» вновь ушла на карантин. Это повлекло за собой изменения в календаре. Запланированный на 9 декабря выездной матч против «Бересте» состоится уже в следующем году. Дата проведения – 3 февраля. А вот домашняя игра с городничанкой сдвинулась всего на три дня – с 12 на 15 декабря. Напомню, что в нынешнем сезоне «Гомель» во второй раз ушел на карантин. «Гомельская энергия» одержала очередную победу в элите мужского чемпионата Беларуси по волейболу. Удачно для подопечных Романа Аплевича сложился вояж в Витебск. Марка ВГТУ обыгран 3-0. В турнирной таблице энергетики на третьем месте. Сейчас команда готовится к финалу четырех Кубка страны. Трофеи разыграют 11 и 12 декабря в Минске. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова